Синоптики обещают к выходным плюс 30, а на неделе столбик термометра, по их прогнозам, преодолеет и эту отметку. Осадков не ожидается. Это, безусловно, способствует красивому загару и тепловому удару, если не принять должные меры. А они просты. Одежда должна быть просторной, светлых оттенков и из натуральных тканей. Кепки и панамки на детях смотрятся гармонично. Поэтому малыши чаще всего ходят с покрытыми головами. Взрослые же головными уборами пренебрегают, говоря, что им они не идут. Хотя немного фантазии и шляпа превращается из спасительного средства в стильный аксессуар. Головной убор обязателен для всех, говорят медики. Хотя дети на солнце перегреваются быстрее, поэтому и гулять с ними стоит до 11 утра и после 4 дня. Аппетит во время жары у малышей снижается. В жару ребенок, конечно, может отказываться от питания, то есть аппетит его будет снижен. Настаивать и насильно кормить ребенка не нужно. Но вот питьевой режим должен быть достаточным. То есть восполнять вот эту жидкость нужно, можно обыкновенной водой кипяченой, можно пусть это будут соки, морсы. То есть что ребенок любит. В жаркую погоду для детей обязательно ежедневные купания. Взрослым также показано прохладный душ и обильное питье. При этом от кофе, газировки и алкоголя лучше отказаться. Кондиционером злоупотреблять не стоит, иначе вместо теплового удара вам может грозить простуда. А вот поездка на водоем, разумеется, в головном уборе хороший способ спастись от жары. На пляж ходим, скупаемся, загораем. А головную бурность, конечно, носим. Обязательно, как без него. Ну, дома сидим, пересиживаем жару. Гуляем либо рано утром, либо вечером, часов после семьи. А вот видите, как я спасаюсь. Вот так и спасаюсь. А как по-другому? Кто любит жару, тот по-другому спасается. А я вот так. Но иногда даже принятые меры не срабатывают. Основные симптомы солнечного удара у детей появляются на улице. Ребенок бледнеет. Значит, может появиться, как, знаете, помутнение сознания. То есть, если он бегал, прыгал и был активный, играл в песочность, то он присаживается, немножечко становится как бы такой вялый, грустный, да. Глаза, вот можно сказать, как, знаете, как блестят. Ну, если вот такое вот выражение. Губки сухие. То есть, это уже говорит о том, что близится тепловой удар, то есть, обезвоживание ребенка. Если все симптомы налицо, нужно вызвать скорую помощь. Пока медики в пути, ребенка необходимо отнести в прохладное место, освободить от тесной одежды, умыть прохладной водой, дать попить. Аналогичные меры нужно принять и в том случае, если пациент взрослый и жалуется на головную боль, головокружение, слабость. Возможны высокая температура и потеря сознания. В большинстве случаев солнечный удар проходит без последствий. Хотя, надетая вовремя кепка, выпитый стакан воды. И о солнечном ударе вы знаете только в теории. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.